Приветствую вас, и для начала мне хотелось бы отметить, что в вашей проблеме, в которой вы описали, есть два момента. Эти моменты, они разные, они касаются достаточно диаметральных вещей, и я постараюсь эти моменты вам описать. Итак, давать какой-то совет я бы не стал, потому что давать совет не прерогатива психологов, а давать совет могут друзья, знакомые, родные, близкие, но никак не специалисты. Поэтому, если вам хочется понять лучшие ситуации, в которой вы оказались, то вам, наверное, будет интересно послушать то, что я вам скажу. Начнем, пожалуй, с того, что вы пишете в первом абзаце своего письма. Там вы описываете свои ощущения к молодому человеку, что он вам нравится, и так, как он вам нравится, никто никогда вам никогда не нравился. Вам с ним хорошо, спокойно, вы хотите его видеть, и слышите постоянно, и так далее. Все это наводит на мысль о том, что у вас к нему есть определенная страсть. Влюбленность. И эта влюбленность, она мешает вам немножечко посмотреть на мир, на вещи объективно, адекватно. И в первую очередь, то, что вам нужно сделать, это немножечко успокоиться и подумать о том, что, если вы будете руководствоваться страстью построения отношений с мужчиной, то у вас ничего хорошего не получится, вы только лишь будете себя ставить ниже, чем он. Вы будете ставить себя в зависимое положение от человека, и это и будет темно хорошим для вас. Вы влюбились, да, вы влюбились. Но влюбленность в данном случае, это стихия. И стихия, в силу ее непостоянства, в силу ее ветрести, нельзя воспринимать, как серьезный мотив, серьезное стремление для чего-то. Вы хотите быть с этим человеком, потому что вы на мной знаете, вы не знаете, но вы хотите его видеть и слышать. То есть, ваше желание, оно направлено на вас саму. И в первую очередь, я бы хотел, чтобы вы постарались исключить все личные моменты в вашем отношении к нему. То есть, что значит личный момент? Личный момент, это значит, что ваша собственная заинтересованность в нем, она помешает вам правильно направлять свою энергию по отношению к нему. Она помешает вам правильно относиться к человеку, потому что до сих пор, пока вы воспринимаете его, как мужчину, который нужен именно вам, вам будет сложно проявлять себя по отношению к нему, направлено к нему. А это именно то, что люди обычно делают в отношениях друг к другу. Стараются другого человека сделать максимально счастливым. Это первый аспект. Аспект влюбленности и аспект вашего личного к нему отношения. Еще раз повторяю, суммируя все, что я сказал, нужно постараться привести свои мысли в порядок. И если вы действительно этого человека любите, то делайте счастливым его, как я скажу позже. А если он вам нужен для себя, то понять. А для чего же он вам нужен? Какие у вас потребности пытаются реализовать в отношениях данного мужчины? И эти потребности удовлетворить самостоятельно, без него, чтобы вы не были зависимы от человека. Это повезло только на путь. Теперь второй аспект, второй момент, который вы хотите прояснить, это момент, взявленный непосредственно всем, как себя вести с молодым человеком. Здесь можно говорить о том, что вам нужно с ним общаться, для того, чтобы понять его желание. Если поймет его желание, спойте понять, что он хочет. А спойте понять, что он хочет, определите для себя, можете ли вы ему это дать. И если вы окажете ему, что можете дать, то, что он хочет, то при наличии у него хоть какой-нибудь симпатии к вам, у вас не возникнет взаимодействие. То есть вам нужно активно с ним общаться, для того, чтобы понять, что мужчине нужно от женщины. И для того, чтобы лучше отдавать себе отчет в том, насколько мужчина воспринимает вас как уникальность, как индивидуальность, и насколько, как еще одну женщину. Для того, чтобы понимать, как строить свое поведение, так, чтобы не быть похожей на других женщин. Чтобы он вас не воспринимал, как еще одну женщину. Это очень важный момент, на который вам нужно также обратить внимание. То есть, я надеюсь, понятно. Вначале вы стараетесь работать со своей влюбленностью, убирать личную заинтересованность в нем, чтобы быть максимально адекватным. И, во-вторых, вы стараетесь понять, что же человеку нужно. Общайтесь с ним, выясняйте его словами, и после того, как его желание будет вам истинно, постарайтесь ему это дать. Но, не нужно давать человеку сразу все то, что ему нуждает. Постарайтесь показать лишь ему, что вы можете ему это дать. Тогда это просимулирует мужчину к тому, чтобы вас завоевывать. К тому, чтобы сделать вас своей. Ведь вы можете дать ему то, что он хочет. То, что он хочет от именно женщины. И вот тогда у вас получится с ним построить хорошие, теплые отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо.